МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С прогулками, да, все в городе, вот как-то так все. Я думаю, что-то такое... А что тяжеловато сегодня? Нет, наоборот, но я-то на свежем воздухе, я открыл купальный сезон в эти дни совершенно прекрасно. А я не открывал еще, я думаю, что не открою. Почему? Ну, меня не устраивает качество водоемов наших. Ты знаешь, когда стоишь на берегу, вот это солнце полизует, до качества, но никакого дела нет. И когда смотришь, как там детвора сидят своим, знаешь, как бегемотики, одни моськи торчат, не вылезая по часу. Я в такую жару завидую своим маленьким. Детям, которые помещаются в тазике, в корыте. Ну, помните, в Ахане, в корыте, в реке, в ручейке, в океане, в ванне и так далее. Везде вечная слава воде. Да, ну, раз уж мы заговорили о воде, то, видимо, погода будет благоволить водным процедурам. Да, потому что с неба падать не будет, надо искать наземные водоемы. Солнце, солнце, очень приличный, устойчивый плюс, я смотрю, до конца июля. В общем, погода нас радует. В начале августа, обещают метеосайты, будет какой-то провал небольшой, похолодание и дожди. Для этого еще доходим. Потом к середине августа снова должно выправиться. Ну, ладно. Я думаю, что, ну, не думаю, а уверен, что в предыдущие несколько дней прекрасная погода была и в столице нашей Родины. В Москве состоялся очередной, восьмой по счету, если не ошибаюсь, Московский урбанистический форум. Его основная тема была «Мегаполис будущего», «Новое пространство для жизни», грандиознейшее мероприятие, куда съезжаются эксперты мирового уровня. И, по традиции, группа жителей нашего города туда тоже ездила. Не секрет, что в последнее время мы все чаще и чаще задумываемся. Ну, не только задумываемся, но и уже в практическую плоскость деятельность перетекла. О благоустройстве нашего города. Такие проекты, как, напоминаю еще раз, 30 скверов больше, чем парк. Проект, стартовавший в этом году, Киров меняется и так далее, и так далее. В общем, интересная штука в Москве. Наши специалисты тоже там побывали. Во втором части, в общем, они придут к нам после 12 на 5 рассказывать, как прошел Московский урбанистический форум. Что нового они там узнали, и что нам ожидать в городе Кирове из того, что возможно. Могу поименно перечислить, кого будем ждать. Директора Института гуманитарных и социальных наук нашего опорного университета Алексея Костина. Елена Жолобова, главного редактора портала «Свой Кировский». Ну, и наш главный редактор Светлана Занько тоже. Приняла участие в работе в форуме. Мы будем ждать его эфире к 12 часам, да? Сейчас хорошо звучит. Мы будем ждать, мы будем наблюдать. Мы будем наблюдать, да. В первом части. В первом части тоже о комфортной городской среде. Да, да, вполне. О том, что уже делается, о том, что будет делаться. Поэтому, я думаю, что понятно, что у нас в гостях... Ну, сразу же в приложении к общественному транспорту мы сразу... Ну, а не только к общественному транспорту. Знаешь, тут очень много приложений, потому что в гостях у нас руководитель Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев. Александр Акадьевич, добрый день. Доброе утро. Доброе утро или день. Ну, у кого что. Ну, раз уж мы со слов о выходных начали. Может, Александр Акадьевич тоже с нами поделится. Хорошие были выходные? Ну, неплохие. Просто от небольшого ЧП проезжего пришлось на работе быть. Там трубу порвало. Откачивали воду с подвала. Непосредственно в помещениях. Да. ЦДС. Да, подвал-то непростой. Ну, да, подвал непростой. Золотой, что ли? Нет, напичканный. Напичканный всяким оборудованием, которое технически употребляет. Ну, благополучно справились. Да, да. Спасибо большое администрации, что оперативно помогли ККС. Большое спасибо. То есть, как бы, все устранили, слава богу. Ну, тема тоже были водные процедуры, можно сказать. Ну, можно сказать, да. Водные процедуры были, да. Вода как раз чистая, холодная, водопроводная была. Ну, тема общественного транспорта, его работы, тема не утихающая. Можно говорить долго и обнаруживать какие-то новые нюансы и так далее. Не так давно мы с вами общались, да, в рамках небольшой программы. Говорит Киров, и говорили об услуге отложенного платежа, пополнение транспортной карты через онлайн-банкинг, так называемый. Сегодня еще раз напомним, что это значит. Но на повестке у нас сейчас несколько тем. Все они связаны как раз-таки с работой общественного транспорта. Вот сейчас до начала программы заметил, что Александр Аркадьевич в соцсети не прекращается там вал сообщения о том, что где автобус, стоим на остановке час, полтора часа, особенно это характерно для вечернего времени, для выходного дня. Но мы прекрасно понимаем, что вы не перевозчик, вы не транспортное предприятие, да, но вы так или иначе работаете в этой системе и завязано. Многое на ЦДС, на вас контроль, график, слежение за автобусами, отчетность и так далее. Вот на эти претензии что ответить? Ну вы совершенно правы, конечно же, мы тоже видим и отслеживаем все эти негативные высказывания наших горожан. Ну что я могу сказать, как бы, есть объективные, иногда бывают объективные причины, почему транспорт задерживается, ну это очевидно, да, там ДТП или какие-то пробки, или поломки, вот если вечерние, или если часто, как бы, что-то там ломаются. А, кстати, простите, вот сразу по поводу ДТП, их больше становится год от года с участием общественного транспорта? Поток увеличивается, машин больше на улице. Не совсем корректно так формулировать вопрос с участием ДТП общественного транспорта, потому что нужно больше смотреть причину, кто виноват. То есть, как бы, да, возможно, как бы, и больше, но это не значит, что перевозчики виноваты. Ну хорошо, растет ли тогда, вот конкретно, растет ли количество аварий по вине водителя общественного транспорта? Вот, к сожалению, у меня такой статистики нет. Это ГИБДД идет. Это ГИБДД, да. Это ГИБДД в прошлом. Они публикуют периодически? Факт ДТП, да, мы знаем, но сами понимаете, что причина ДТП и виновная, они позже выясняются, а там уже ГИБДД обратную связь, как бы, нам не предоставляют. Мы больше предоставляем данные по перевозчикам, кто в каком направлении ехал, с какой скоростной режим, там, вот такого плана, технические параметры. Ну хорошо, отвлеклись немножко, так. Возвращаясь, да, к работе своевременной. Еще раз могу сказать, что когда вот мы поняли, что, в принципе, крайне тяжело наладить работу пассажирского транспорта в условиях городской среды, чтобы как метро было там поминутно, посекундно, все это точно, тогда и родилась мысль вот разработки сервиса «Умная остановка». Хотя бы хоть как-то, как бы, людей предупредить, вооружить их информацией, где, когда он будет, через какого время, если задерживаться, чтобы люди знали и видели. И, в принципе, в принципе, с 2014 года, когда мы запустили этот сервис, то есть в десятки раз сократилось число звонков граждан. То есть если раньше у нас там сотня-две, может быть, звонков было, где автобус, почему нету, то сейчас уже буквально идет это, ну, штучные звонки. А вот сейчас есть звонить, вот я стою на остановке, вижу там, что вот написано, там будет через 146 минут такой-то автобус, а времени 7 часов, да. И есть смысл куда-то звонить, там, пожаловаться или что-то еще, или узнать там? Ну, в любом случае, вы всегда можете позвонить в ЦДС, в любом случае. И, допустим, если там система показывает 146 минут, ну, возможно, он выйдет раньше, если он там, допустим, встанет, с ремонта его там подменили, или, допустим, он в пробке был, не мог, пробка рассосалась, он поехал, тут же это все пересчитывается. Мы, на самом деле, как бы работаем над вот этим адаптивным алгоритмом прогноза. Более того, могу сказать, что совместно с нашим любимым университетом, ВИАТГУ, в принципе, работа уже закончена. То есть построен новый алгоритм на основании имитационных моделей. Таких моделей? Имитационных. Что имитируем? Ну, имитируем именно вот дорожную ситуацию. Городской поток. Да. Плюс, как бы, та статистика, которая у нас накоплена за все года работы этого сервиса. Ну, пока еще рано что-то говорить, но, тем не менее. Ну, опять же, вот давайте, скажем так, если вот то, что сейчас изучено, сделана вот эта модель, если она запустится, будет более точное предсказание? Совершенно верно. Будет более точное предсказание. Почему, как бы, мы этим стали заниматься? Мы понимаем, что был первый этап, да, но нужно всегда совершенствоваться. И я ведь прекрасно понимаю, когда не совсем удобно, когда вот вы даже сказали, Николай, что 146 минут. А что это? Как? Что? Нет, ну просто я в ступор вхожу. Совершенно. Я не просто не понимаю, что это значит. Два с половиной часа. Вот. Поэтому, как бы, и была разработана эта новая имитационная модель, на основании которой более точная. То есть сейчас больше идет по средним параметрам и по фактическим. А тут у нас будет, как бы, ну что-то, я не знаю, там, если еще искусственный интеллект со статистикой перекрутим, то, нет, серьезно, будет гораздо точнее. Гораздо точнее будет. И когда внедрять уже эти разработки планируются? Пока торопиться не надо, потому что это такая сложная достаточно работа. И, кстати, специалистов в городе буквально один-два и общался, кто может работать с подобными алгоритмами. Поэтому, как бы, рано забегать. Я думаю, что в течение следующего года. Ну да как, это нормальный вполне срок в течение следующего года. Там не в течение 10 лет все-таки. Ну нет, конечно. То есть это уже где-то стоит в плане работы конкретно. Ну то есть сам алгоритм, он уже есть. Сейчас нужно правильно его запрограммировать, провести тестовые испытания. Причем в различных условиях, там, на начальных остановках, на конечных, промежуточных и так далее, и так далее. В ЦДС вы сказали, можно позвонить, диспетчер круглосуточный дежурный. Круглосуточный дежурный. Можем озвучить номер телефона? Да. 48-92-00. 48-92-00. Ой, извините, 48-95-00. 48-95-00. И с каким-то конкретным вопросом можно обращаться? Можно говорить, я стою на остановке, жду? Там автомат, он вас увидит сразу на диспетчера свободного. Поэтому, да. А диспетчер посмотрит, где ближайший автобус или что? Да, да, да. В основном сейчас звонками как бы пользуются люди поживого возраста. И, как правило, учащаются такие подобные звонки, я бы сказал, зимой. Ну, по очевидным причинам. Ну, холодно, конечно. Холодно, темно, боязно находиться на остановке одного. А какие еще раз мы заговорили о своевременном или несвоевременном подходе автобуса или троллейбуса? Какие еще факторы как раз влияют на то, чтобы выбивался из графика? ДТП, пробки, поломка автобуса. Вот если брать, например, линию, где я обычно езжу по Ленино-Сново-Вятской, там еще и у нас переезд наш знаменитый. Переезд закрылся, автобусы стали. Это, да, переезд. Это как бы такая интересная, на самом деле, задача сейчас для нас. Более того, как бы я уже анонсировал, что мы заинтересовались данным вопросом. Но, в принципе, есть понимание, что, в принципе, теоретически мы могли бы создать информационный сервис как для автолюбителей, так и для простых жителей Новоавиатского района, который бы говорил, когда, через сколько закроется переезд и как долго он будет закрыт. И, в принципе, уже определенные переговоры с представителями РЖД провели, определенное понимание есть, но надо еще работать. То есть это какой-то будет щит информационный или как это будет выглядеть? Ну, скорее всего, что это будет некий информационный щит, и он, естественно, должен... Электронный. Да, ну, а-ля умная остановка, может быть, экран побольше. Ну, то есть человек едет, да, по трассе видит, загорелась надпись, там через 10 минут будет закрыт переезд, да, и там на полчаса, условно говоря, и у него есть возможность либо перекусить, либо другую дорогу купить. Совершенно верно. Ну, то есть и ставить его перед поворотом Новоавиатска, если из Кирова едем в Чапецк, и если, допустим, из Кирова-Чапецка в Киров едем, там перед объездной тоже ставить подобный экран. То есть логика такая. Когда мы мониторили, мы поняли, что данный сервис будет крайне востребован жителями, особенно Новоавиатского района, именно автолюбителями. Ну, пассажирский транспорт, конечно, сложно, он идет по расписанию и по маршруту, но если мы будем, проанализируем расписание движения поездов, то, возможно, и пассажирский транспорт будет скорректировать, чтобы не было этого холостого простоя на переезде. Вдруг там где-то окошко появляется, да, и почему бы не сдвинуть просто выход автобуса с начальной точки, чтобы он раньше прошел переезд и прибыл. Ну, казалось бы, задача-то вроде не такая сложная, ведь у поездов тоже свой график ежедневно. Вот у них, в отличие от автобусов, жесткий график, там никак ни вправо, ни влево не уедешь, не объедешь ничего. Казалось бы, в одно и то же время ежедневно и, в общем-то, особых проблем нет. В чем тут трудности? Ну, во-первых, все должно быть официально, то есть мы должны со всеми структурами, надзорами все это согласовать. Все-таки это как бы железная дорога, там вещь стратегическая, поэтому как бы тут есть определенные свои рабочие нюансы, которые мы должны спокойно отработать. Ну, вот от СДС что требуется? От СДС ничего не требуется. Ничего не требуется. Ну, как бы мы работаем, а нам больше как бы нужно, чтобы РЖД пошло на сотрудничество с нами, определенную информацию предоставляло. Ну, еще бы информацию. Такой опыт-то уже есть. Я так понял, что разговоры где-то начались уже. Разговоры были, да. Разговоры были. Нет, я имею в виду, уже где-то вот там было в России. Володь, ты обрати внимание, то, что в Кирове делается СДС, мало в каких городах такие аналоги есть вообще, между прочим. Ну, мы об этом уже не однако в курсе, наши разработчики в этом смысле за ними, не знаю, правильно использовать слово, охотятся. Ну, есть такое, наверное. Не без этого. Не без этого. Охотятся представители многих и более других крупных городов. Сделаем паузу, продолжим. Давайте, давайте. Ведрами. Ведрами. Ведрами, да. Ведрами. Это я про клубнику, а не про транспорт общественный. В перерыве мы. Деньги ведрами. Да, вот я узнал тайну, сейчас я разглашу. На самом деле Владимир Сметанин ездил на рыбалку в выходные, но ничего не поймал, поэтому стыдно стало сказать. Вот, ну что, возвращаемся к более таким серьезным темам понедельничным. Александр Боловников, руководитель центральной диспетчерской службы в Новгостях. Давайте, я предлагаю, да, еще раз напомнить, вот-вот запустился, ну как, уже месяц-два, сколько работает. То, о чем мы говорили, да, недавно в небольшой программе, говорит Киров, это так называемый отложенный платеж. Стоит повторить повторение. Совершенно верно. Что есть, что это значит. Речь идет об оплате общественного транспорта уже сейчас, да? Пополнение транспортной карты. Пополнение транспортной карты, да. Ну, отложенный платеж, это значит, что сегодня вы через, там, онлайн-клиент банка пополнили транспортную карту, а с завтрашнего дня уже поехали. То есть, это не чистый онлайн, это, как бы, квази-онлайн, ну такой термин есть. Вот это самый главный момент. Сейчас пока, как бы, к данной услуге подключен Сбербанк и Хуйновбанк. То есть, клиенты данных финансовых учреждений в своем личном кабинете могут пополнить транспортную карту. Могут соответствующую выкладку там найти. То есть, просто нагадите на своем, да, найти? Да-да-да, со смартфона, с домашнего компьютера, с планшета, как угодно. И денежки туда бух, на эту карту. Как она там называется-то? Транспортная. Пополнение транспортной карты, да. То есть, не надо искать эти вот... Совершенно верно. Как раньше было, не нужно искать банкомат, оборудованный считывающим устройством для транспортных карт. И, собственно говоря, эту такую уже устаревую процедуру соблюдать, которая совершенно несовременно сейчас, а именно уже пользоваться именно онлайн-сервисами банков. Не, ну тогда предполагается, наверное, другой уже шаг. А может быть, вообще просто взять банковскую карту и транспорт... Подождите, об этом чуть позже. Я хочу еще все-таки поговорить об этом пополнении. Да, мне просто интересно, да. Просто тут еще раз нужно зафиксировать, заострить внимание на том, что вот если срочно-срочно вы решили пополнить, потому что ничего там нет на транспортной карте, то не получится, деньги только завтра придут. Завтра. Завтра. Поясните еще раз, почему до сих пор эти там вопросы раздаются в сети? Ну, это обусловлено определенными сложностями архитектурными системой. Все-таки, как бы, не чистый онлайн на транспорте, ну, именно из-за архитектуры системы. Есть возможность там на несколько часов, допустим, через три, через четыре часа сделать, чтобы деньги приходили. Но над этим мы сейчас работаем, и тоже определенные технические сложности есть. То есть, поэтому пока, как бы, об этом говорить рано, проще вот так вот, говорит, людям, сегодня деньги положили, завтра с утра поехали. Если нужно срочно пополнить, ну, постараться найти 22 рубля, чтобы проехаться за наличными. Наличными? Да. А через терминалы обычные? Через терминалы мгновенно найдут пополнение. Мгновенно. То есть, либо 22 рубля, либо искать терминал. Совершенно верно. Так, есть какая-то уже статистика, как ты отслеживаешься, пользуется ли услуга эта популярность? Совершенно верно. Популярность? Очень быстро она набирает обороты, но одновременно хочу сказать, что еще достаточно слабо мы ее освещали, поэтому, я думаю, нам надо что-то будет подумать в части вот именно подсветиться информационно. Информирование, да? Да, да, да. А вообще лето, как известно, время отпусков и так далее, из города многие уезжают. По вашим данным, статистике, меньше стали передвигаться люди? Меньше. Меньше, да? Ну, это такой естественный процесс, то есть, как бы, очевидно, что пассажиропоток меняется, например, возрастает направление садов и городов, а выходные, допустим, дни вообще, как бы, очень маленький пассажиропоток, особенно в центре города. То есть, это обычная причина, конечно же. Хорошо. Ну что, про банковские карты? Я просто как раз хотел... Про банковские карты? Ну вот, да. Сейчас будет эксклюзив? Не знаю. Да? Ну, скорее всего, эксклюзив сейчас будет. Так говорите уже, Александр Ткач, не томите душу. Итак, мы долгое время шли к тому, что будет возможность, верили в то, что будет возможность. Говорили, по крайней мере, о том, что почему нет такой возможности, просто с банковской картой, Обычный магазин зашел и рассчитался за проезд. Такая же ведь услуга, почему же я не платил? И вот, мы сейчас анонсируем, что время этого нового введения близится. Совершенно верно. Итак, дату назовите. 1 сентября. Во! С 1 сентября. Вообще, все, что связано у нас с проездом, вот этим электронным, по-моему, все с 1 сентября как-то завязано. И система сама вводилась с 1 сентября. 1 сентября, 13-й год, школьное питание. 1 сентября, флата банковскими картами. 1 сентября. Ну, видим, просто счастливый день, хороший день знаний. Так. Как услуга будет работать? Как это будет работать и что сейчас происходит? Как услуга будет работать? Ну, в принципе, достаточно просто. Вы заходите в автобус или троллейбус, прикладываете банковскую карту. Вот теперь самое важное, подчеркиваю, с бесконтактным интерфейсом. Это вот те, которые не нужно вставлять, никакого вставлять и магнитную полосу не будет работать. Только бесконтактный интерфейс. То есть вот это самое главное, что бы я хотел донести, что только бесконтактный интерфейс. Давайте поясним для людей, которые не очень разбираются. Люди, возможно, в годах и так далее. Вот сейчас карточки МИР раздали, да, бюджетникам и так далее. Они бесконтактные? Они разные. А, они разные есть, да? Нужно все-таки в своем банке узнавать. Узнавать банки или это как-то можно определить? Ну, как правило, на карточке есть значок бесконтактного интерфейса. Такие черточки в виде распространяющихся волн. А, как у Wi-Fi. Да, да, да. Вот если на карте эта штучка есть, то значит с ней можно ехать спокойно без транспортной карты уже, да? Да. То есть и оплата происходит просто как с наличного расчета. То есть 22 рубля проезд будет стоить? Да. Да. 22. Без скидки. То есть никакой доп. комиссии нет, да? Я как раз хотел-то узнать, не больше ли, потому что как бы банк включается. Нет, нет, нет. Эквайринговая комиссия за рамки выходит нет. Карты любых платежных систем, да? Любых. Любых. Да. Виза, Мастеркард, Мир, Мир Наша. Мир, Маэстро. Мир, Маэстро и так далее. Нет, больше никаких нету. Там японская обалдь, это не то. Мы перечислили все. Японская пока у нас, или слава богу. Китайская там еще есть, нет. Да, да. То есть любая, в общем-то, карточка. Да. Тут оборудование вот этой бесконтактной вот этой системы, она может пройти. То есть единственное требование, что карта бесконтактная? Да, должен быть бесконтактная. Банк любой? Банк любой. Банк любой, система платежная любая. Угу. Заверяете, что заработает 1 сентября? Или уже как бы можно? Проверки тоже. Потому что тестирование. Проверяли уже, что-то тестировали? Да, проверяли, тестировали. Вот это оборудование, которое у кондукторов пригодное. Программное обеспечение уже обновили. Сейчас больше идет чисто вот такого плана правовая сторона вопроса прорабатывается. И какое-то информационное готовятся моменты, что там, допустим, наклеить надо будет, что здесь можно оплатить с помощью банковской карты. Ну и все равно как бы фокус-группа тестирует работу, потому что одно дело теория, другое дело практика. И вот я уверяю вас, из практики могу сказать, что часто бывают какие-то определенные нежности. Даже просто банально, если человек карточку приложит неправильно, она ведь может не сработать. Или приложил два раза, и два раза сработало. Нет, это вот они не будут. Ну вот яркий пример, когда тестировали, вот прикладывают карточку не под углом строго 90 градусов, а так немножко под углом. Ну вот под таким подолстом. И не срабатывает. Не срабатывает. А там в спешке, в толчее, там соблюди какие-то точные углы. Ну и есть особенность бесконтактного интерфейса, что по протоколам банковской безопасности, он позволяет совершать транзакции без пин-кода до 1000 рублей. Вот это заложено на уровне системы визы и мастер-карты. Поэтому и в транспорте, да, там, естественно, гораздо меньше 1000 рублей стоимость поездки, но именно только через бесконтактный интерфейс. Потому что не надо вводить пин-код. Ну представьте, будем по банковским картам каждый бот вставлять карточку, вводить пин-код, вы понимаете, насколько содержится этот процесс оплаты. А здесь вот просто будет такое же по времени это получаться, как вот с транспортной карты, или подольше все-таки? Ну там... Не замеряли вы это? Нет, замеряли, но там на несколько миллисекунд дольше. То есть к тому, что бывает, когда автобус довольно-таки полный, да, там уже... Это важный параметр, и мы прекрасно его понимаем, что это действительно важный параметр. В часы пик кондуктор должна успеть обеспечить, обилетить, вернее, всех. И если какие-то технические сложности будут, мы понимаем уже, что перевозчик понесет убытки. Поэтому все это замеряли. Там, да, на несколько миллисекунд дольше, но в принципе, в целом, как бы, не ощутиться, чтобы вот какая-то... Дольше по сравнению с транспортной картой, да? Да, потому что транспортная карта, это непосредственно... Ну, это сейчас есть смысл, если я вам расскажу, в чем отличие. Ну, давайте, у нас есть еще далеко. Ну, дело в том, что транспортная карта физически данная хранит, а банковская карта больше, как бы, по серверу связывается, ну, и такие там... То есть это такой ключ, который дает тебе доступ... К огромному, да. То есть вот это время требуется на, как бы, сетевой контакт, получается, да? Ну, почти, почти, да. Примерно так, да? Да, да. Программное обеспечение, да, вы сказали, для вот этих валидаторов, так называемых, саморазрабатывающих? Нет, 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 нет. Это и она закупали, и мы его совместно со Сбером проговаривали, чтобы все у нас... Мы сейчас дорабатывали, как раз занимаемся тем, что мы дорабатывали именно интеграцию системой. Ну, почему Сбер? Ну, потому что он выступает банком Эквариума. Ага. Он основной этот, как бы, еще человеческий-то сказать. Если вы понимаете, да, банк Эквариум, это тот, кто пропускает и отплатеж, но карточки-то любого банка будут работать. То есть, в принципе, мы открыты к диалогу, пожалуйста, приходите, любые другие банки, они также могут стать банком Эквариума. Завязан на Сбербанк, в общем. Ну, Сбер в последнее время как-то использует вот этот тренд и продвигает всех цифровых технологий, особенно именно вот в городах. То есть, это есть по всей России, да. Они вкладывают деньги. Эта договоренность достигалась, я имею в виду, с банком, вот этим нами упоминаемым, она здесь, на местном уровне достигалась? Или понадобился выход на более высокий уровень? Начинали здесь. Нет, здесь, в принципе, все оперативно достаточно решается. В основном, как бы, сейчас все сводится к техническим сложностям, то есть, именно решение определенных технических задач. В общем, 1 сентября, обещаете, прям дети в школу с утра, баллы студенты. Ну, я бы так категорично не стал, как бы, но планируемая дата 1 сентября. Короче, у тебя есть время, чтобы обзависеть без контактной карты. Вот 0 часов, 0 минут 1 сентября должно работать. Так это уже сейчас работает. Уже работает. Ну, просто пока отключено, как бы, и когда нужно, мы включаем для тестирования определенных моментов. А, пойдем. Хорошо. Будем держать руку на пульсе, что называется, до 1 сентября, не за горами. 31 августа мы должны с тобой выйти в эфир и сказать, завтра оно произойдет. Да, да. Напоминаем, да, Александр Рыболовлев, руководитель Центральной диспетчерской службы, наш собеседник. У нас сейчас небольшая рекламная пауза, и есть еще тема для разговора. Продолжим. Александр Рыболовлев, руководитель Центральной диспетчерской службы. Именно с ним мы беседуем по всевозможным нюансам работы общественного транспорта. Еще раз повторяем, что только что мы услышали от Александра Аркадьевича о том, что на 1 сентября 2018 года намечен старт системы, суть которой в том, чтобы оплачивать проезд в общественном транспорте в нашем городе с помощью банковской карты, оборудованной бесконтактной системой считывания. Еще раз. Можно так сказать, да. Ну, понятно, по крайней мере, сказал, да, потому что технически не самое главное. Но у меня вот сейчас такой вопрос, опять же, может быть, не самый удобный. Смотрите, ну, люди пойдут платить банковскими картами. А вся эта вот система с транспортными картами, что будет дальше с ней? Вы же вроде вот, да, как бы развиваете, наоборот, вот эти, как, браслеты появляются там еще. Совершенно верно. И нет противоречия. Ну, давайте не будем забывать, что на транспортные карты еще и питание школьников завязано. Ну, это мы попозже к питанию перейдем. Да, вот просто вот здесь вот. Ну, на самом деле все достаточно просто объясняется. Ведь мы предоставляем гражданам право выбора. Во-первых, как бы банковскими картами можно будет оплачивать только, ну, обычную стоимость проезда. 22 рубля. 22 рубля. То есть это не льготники. Льготы не возникают. Это не какие-то эти пакетные тарифы, там 30, 60 и 90. Ну, сейчас 30 нет, только 60, 90 осталось. Поэтому, как бы, предоставляем альтернативу людям, они сами пусть выбирают, что им удобнее. То есть транспортная карта по-прежнему позволяет более экономно, как бы, ездить, да? В отличие, скажем, от... Ну, в какой-то мере, может быть, да. Ну, по крайней мере, граждане льготных категорий однозначно с транспортными картами. То есть противоречия, как бы, в развитии двух этих направлений вы не видите? Нет. Вот. Потому что как раз, вот мы, помнишь, говорили про эти браслеты. Это, кстати, про браслеты-то как дело идет? Ну, достаточно... Браслеты, умные кольца. Умные кольца пока рано еще. Там есть определенные сложности с айфонами. То есть ИОС операционная система плохо их как-то так принимает, вернее, блокирует. То есть это уже тут вопрос такой переписки. То есть ли народное вторжение какое-то воспринимает? Нет, 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 ну, у них у всех свои протоколы безопасности, которые соответствуют. Там куча официальных писем написать и так далее, и так далее. То есть браслетики для школьников, да, конечно же, они остаются. Более того, они достаточно популярно развиваются. Хотя сейчас, как бы, на период каникул, конечно же, определенный спад. Ну, опять же, август наступит. Совершенно верно, да. Дело будет к школе, я думаю, спрос повысится. Почему школьники? Ну, эта идея-то зародилась, собственно говоря, с подачи родителей, которые говорили, что можно ли что-нибудь придумать, потому что, ну, теряют ребенок карточку. Ну, как раньше, ключи на веревочку вешали? Ну, да. Насколько часто одни и те же люди приходят за транспортной картой? Ну, потеряли. Я сейчас одни и те же не помню. Проходит месяц, еще раз потеряли. Но вот такая общая статистика 2,5 карты на школьника, то есть в год теряют. Теряют 2,5 или потребляют в среднем? В среднем один школьник теряет от 2 до 3 карты, если уж округлять. Ну, она разная, там, по месяцам, но где-то так, если память не изменится. О, Господи, если несколько десятков тысяч школьников у нас в городе. Нет, нет, это не так немножко считается. Это, во-первых, там считается по категориям, первый, четвертый. Ну, понятно, что 11 класс, это уже взрослые вполне себе люди. Да, 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 фактически не все школьники, а берем вот первый и пятый класс. А вот самые растеряшки, да, конечно. Ну, это же малыши. Их надо всех в браслеты пересаживать. Кстати, где-то аспортную карту надо блокировать, если потерял? Это так, что-то вопрос пришел. Да. Как банковскую карту. Ну, конечно. Нужно звонить в ЦДС, говорить, что я потерял безнадежно, без возврата. Нет, они могут и через сайт. 48-95-00, напоминаем. На сайте вся эта информация есть, пожалуйста. Ну, тут сильно переживать не надо, как бы, если это карта школьника, то другой школьник не сможет по ней покушать. Почему? Потому что у кассира всегда высвешиваются фотографии, и она может визуально... Фотография? Да. Когда кассир оплачивают, то есть кассир имеет возможность сверить. Ну, это уже когда речь о питании идет, а про езды там ведь ничего не происходит. То есть у кассир смотрит на экране, там у нее худенький какой-то такой Вася. Ага, он за лето отъелся, да? А перед ней стоит плотненький Петя такой. А может быть, это Вася отъевшийся за лето, понимаешь? Они же очень быстро меняются. А что касается транспортных карт, да. Ну, там я не думаю, что как бы это все заблокироваться. Ну, сколько? Ну, 22 рубля, да, могут там ездить, если своевременно. В общем, ладно, тема с браслетами развивается. Они доступны для приобретения в Центральной диспетчерской службе. А для пополнения что там у нас? Все нормально? Их также можно пополнять отваженным платежом для транспорта. И по питанию всегда онлайн. Это изначально у нас было. То есть это все сохраняется, все работает? Все работает, все проверено, все протестировано. Да, да. Хорошо, остается у нас 6-7 минут. Есть еще тема. Давайте поговорим о доступности пассажирского транспорта для людей с ограниченными возможностями. А, да, недавно тема понимала. Буквально на прошлой неделе выяснилось, что закупались автобусы для автотранспортного предприятия, которые оборудованы специальными подъемниками. Но что по факту получается? По факту получается, что оборудование не используется. Да, не используется, да. Центральная диспетчерская служба тут какие планы вынашивает в этом отношении? Ну, мы присутствовали на совещании общественной палаты. Нас приглашали как раз. Что конкретно мы можем сделать? Ну, мы можем в качестве информационного сервиса поднять такую штуку, как визуально на карте пометить в режиме онлайн автобусы, которые оборудованы необходимым оборудованием для людей с ограниченными мобильными формами. На сайте? На сайте, в приложении. И самое, что мне самому интересно, это некий помощник, который голосовой будет через аудио информацию рассказывать людям, особенно со зрением, которые ограничены, что где и когда необходимый ему автобус или троллейбус. Так, аудиопомощник в приложении. Да, в приложении. То есть, если вот так пока без аудиопомощника, вот я открываю приложение, я жду автобус низкопольный, условно говоря, куда я могу заехать на своих колесиках, да? Да. И там он каким-то будет высвечиваться цветом, да? Ну, пометим, пометим, да, это мы уже тут грубо говоря. Что там все будут видеть, что такое автобус пометченный, да. В общем, он будет отличаться из общей массы, там подойдет через столько-то, и человек готовится, просто родственник со своим родственником. Он уже просто знает, что через 20 минут у меня есть возможность именно с удобством въехать, сесть. Совершенно верно. Вот правильно вы сказали, но представьте, если у человека слабое зрение и смартфон. Вот я понял, понял, значит, про голосовой помощник. И вот это вот как раз очень мне тоже интересно, это написать такого помощника, как бы надстройку на обычное мобильное приложение, когда он сможет голосом общаться с ним. Тут когда по времени планы реализовать это новшество? Затягивать с этим не надо, ну, это моя такая установка. Но, тем не менее, мы столкнулись с одной такой штучкой сложной. Платности использования коммерческих библиотек, голосовых помощников, что Гугла, что Яндекса. Писать своего крайне, наверное, смысла нет, но решаем. Решаем. Писать своего, в смысле? Ну, голосовую. То есть нужно написать программу, которая будет разбирать человеческий голос и отвечать ему также человеческим голосом. То есть те программы, которые есть, они платные? А. Ну да. Не, ну, если речь идет о том, что нужно конкретного человека записать для этого гида, вы к нам обращайтесь, мы на роде это запишем. Ну, естественно, да. Все, что угодно. Имеется в виду сами вот эти библиотеки. Там, на самом деле, есть условия условно-платного использования. Сейчас как раз вот изучаем этот вопрос. Но не все так тут радужно, поэтому еще думаем. В общем, крупнейшие интернет-корпорации хотят на этом зарабатывать. Ну, так и можно понять, конечно. Они тоже вложились в разработку. И в масштабах мира качаяния жителей полумиллионного города для них как-то... Ну, пессимистично уж так-то не нужно. Я думаю, что... Мы что, похожи на пессимистов? Нет, согласен. Решение можно найти. Просто, понимаете, там и есть бесплатное предоставление, но скорость быстродействия его не совсем удобна будет. То есть она будет работать... Ну, притормаживать, как мы говорим. Да, да, да. Поэтому не совсем комфортно это. Поэтому сейчас думаем. Ага. То есть работа ведется. Ну, кстати, да. Надо ведь понимать прекрасно, что люди с ограниченными возможностями, это такая категория, в которой, не дай бог, конечно, может оказаться любой здоровый человек. Либо временно, либо, если что-то случается очень трагично, то он навсегда сломал ногу, да. Ты временно стал с ограниченными возможностями. Ну, а во-вторых, я думаю, что мы хорошо говорим про ограниченные возможности. Но очень многие люди, мне кажется, будут этот голосовой вариант использовать, не имея даже ограниченных возможностей. Просто удобно. Многие же любят там. Окей, гугл. Чтобы им все сказали, чтобы читать не надо. Ну, вот именно, правильно Николай говорит, как бы прямо в точку. Совершенно верно. Если это будет должным образом быстро работать. Представьте, если это будет медленно работать, это больше, мне кажется, вызовет неудобства. Когда, наоборот, больше на река не вызовет. На важном, опять же, да. Кстати, раз уж заговорили про аудиогид, сам по себе знаю, периодически пользуюсь общественным транспортом, не везде, далеко не везде объявляются остановки. Вот до сих пор это, Александр Аркадьевич, проблема стоит. Ну, я думаю, что больше это вопрос перевозчиков. Если к нам скидывают заявки, мы ставим автоинформатор и, в принципе, все работает. Длительная процедура автоинформатора установить. Зависит он у меня от человека? На мой взгляд, не зависит там. Я бы не сказал, что это сложная процедура, но вы должны понимать, что она всегда производится в ночное время, когда уже автобус-троллейбус стоит непосредственно на базе. То есть нужно выезжать специалистом, либо перепрограммировать имеющийся автоинформатор, либо его установить, то есть подключить. То есть это... Я бы не сказал, что это какая-то крайне сложная процедура, но, тем не менее. Вот есть такая проблема, есть. Но, может быть, перевозчик не всегда следит за этим. То есть там, или он, допустим, вы проехались, там на следующий день уже устранили. То есть тут такая ситуация неоднозначная. Можно просто включить, забыл. Особенно неудобно зимой, в холодное время года. Когда не видно, когда не видно, когда окна закружили. Или когда ели просто по никакому маршруту, там, в заездной остановке, там. Ну, хорошо, можно спросить у людей, да, но не все же отвечают. Так, время нашей беседы истекает. Александр Рыболовлев, руководитель Центральной диспетчерской службы, наш гость. Перед у нас новости, тематические программы. И следующая тема о московском урбанистическом форуме ровно через 20 минут. Опять о том же, о комфортной городской среде. Ну что, давайте будем ждать 1 сентября. Будем все вместе тестировать оплату проезда. А ты обретай банковскую карту нужного формата. Банковской картой, да. Спасибо за эти новости. Ждем встреч новых. До свидания. И успешного свидания. Спасибо.